привет всем благослови всех господь и сохрани всех глаз господь я хотел бы в этом слове сейчас поделиться про молитву покаяния да как приходить молитвы покаяния чё библия про это говорит и это очень важный момент осознать это и прийти к богу в молитве дорогой друг если вы еще не приняли иисуса христа своим господом и спасителем своей души вы можете сделать это прямо сейчас бог обещал слышать нас на всяком месте и во всякое время он обещал порчат тех кто приходит с молитвой покаяния да есть есть сердце сейчас если надо он призвал господь вообще виблии стоит я повалива говорит или как приказывает даже всем людям на свете покаяться принять жертву иисуса христа идти за ним да это все библия дальше буду рассматривать тоже напишу где стоит всякий кто всякий кто призовет имя господне спасется римлянам 10 глава 13 стих если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши очистит нас от всякой неправды мы должны прийти богу полностью рассказать свою жизнь покаяться во всех грехах которые есть он простит нас и просто идти с ним как новый лист все мы новое творение через иисуса христа вы можете молиться своими словами бог не требует особых красивых и правильных молитв но если вам трудно найти слова предлагаем вам образец молитвы покаяния здесь такой образец я тоже смог посмотрел да ну так говорится каждый как сердце есть может помолиться прими принять иисуса христа христа самое главное нашего спасителя идти за ним потому что он есть путь истина и жизнь но вот например пример такой молитвы давайте сейчас кто хочет да кто сейчас слышит может повторить ее за мной или потом я вниз кину эту молитву может прочитать и и молитва покаяние отец небесный я прихожу к тебе в молитве осознала осознавая всю свою греховность боже во имя сына твоего иисуса христа прости все мои грехи и очисти меня от всякой неправды я не хочу жить по-прежнему я верю что иисус христос умер на кресте за мои грехи и воскрес на третий день для моего оправдания господь прошу тебя вы войди в мое сердце освети меня будь моим пастырем и руководить всей моей жизнью благодарю тебя за то что ты слышишь мою молитву и принимаешь меня таким какой я есть я прямо сейчас верую принимаю твое прощение и спасение моей души для жизни вечной во имя отца и сына и святого духа аминь если вы искренне молились то сейчас то знайте что бог услышал вас помните бог ваш отец небесный а сын божий иисус христос ваш спаситель и господь дух святой ваш утешитель и наставник живите с богом читайте библию молитесь и приходите на собрание любой христианской церкви где исповедует веру в отца сына и святого духа вот что говорит библия про это а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими бог дал нам власть быть в его жем царстве кто принял и так кто во христе тот новая тварь древнее прошло теперь все новое 2 коринфянам 5 глава 17 стих кто воскресе тот новая тварь здесь переводится кто воскресе тот новое творение древнее прошло древние жизни больше нету мы мы через покаяние идем богу новое творение если вы помолились молитвой покаяние и приняли христа как вашего личного спасителя то теперь бог ожидает от вас что теперь ожидает от нас бог первое ежедневно читать библию